Сегодня в Солигорском районе почти 100 экипажей комбайнов и треть из них намолотили более тысячи тонн зерна. По итогам нашего трудового соревнования, которое проводим мы совместно с управлением сельского хозяйства, здесь тоже награждаем передовиков, жатвы 2022 года, людей, водитель у нас, который перевез первый в этом хозяйстве тысячу тонн зерна, ну и также экипаж зерноуборочного комбайна, который намолотили уже тысячу тонн зерна. Уборочная у нас в этом году проходит в очень нормальных таких темпах. Вот у нас уже на сегодняшний день 30 экипажей зерноуборочных комбайнов, это треть всех экипажей, которые намолотили свыше тысячи тонн зерна на комбайн. Ну и из них вот три экипажа, которые намолотили свыше двух тысяч тонн зерна. Ну а также водители по району, 28 водителей, которые перевезли свыше тысячи тонн зерна. Ну и есть и два водителя, которые перевезли свыше двух тысяч тонн зерна. Земли открытого акционерного общества «Белослуч» в большинстве расположены в Полесской зоне. Много низин и торфяников, поэтому в хозяйстве сделали ставку на сев озимых культур, которые лучше растут здесь. В этом году в хозяйстве урожаем довольны. Средняя урожайность составляет 22,3 центнера с гектара, тогда как в прошлом была 19. Это моя 25-я жатва за мою, так сказать, рабочую жизнь. 25-я жатва. Началась у нас жатва 25 июля. Ну немножко было у нас с техникой проблемы. У нас, конечно, земли слабые, пески в основном, торфяники, поэтому мы выращиваем то, что у нас растет. Рожь у нас хорошо идет, третикалия, овес, третикалия яровой. Ну и теперь в этом году мы гречиху посеяли на 100 гектарах и 60 гектар у нас проса на семена. «Белослуч» уборочную выполнила на 91%. При такой же хорошей погоде коллектив завершит жатву в считанные дни. Каждый работник понимает важность, стоящую перед ним задач. На полях «Белослуч» сегодня трудится несколько семейных экипажей. Один из них – отец и сын Пожиган. Семейный экипаж у нас – Пожиган Сергей, Пожиган Дима. Уже они не первый год, это, наверное, сезон четвертый или пятый они работают вместе. Ну, конечно, ребята хорошие, как отец, так и сын. Вопросов нету никаких. Всегда они идут впереди, всегда с каким-то энтузиазмом. Самые ответственные работы я, конечно, поручаю им. Героев жатвы мы застали при переезде с одного поля на другое. Там же и поздравили их, надолго не отвлекая от работы. Это, наверное, тридцатая жатва. Так вместе работаем 10 лет. Десятый сезон. Ну, комбайн пока, третий сезон, все пока нормально. В этом году, по сравнению с прошлым, урожайность лучше, конечно. Подъем 6, еще 7 на работе. Шестнадцатая уборочная в этом году для водителя Александра Игнашевича. И каждый сезон он в числе лидеров. Все зависит от погоды и от урожая. Чем хорошая погода, чем больше урожая. И чем больше перевезем. Так что все нормально у нас. Урожай хороший. Кадры тоже хорошие. Свертый год на этом Азе. Отлично все работает. Только что кондиционера нету. Конечно, среди комбайнеров и водителей присутствует соревновательный дух. Но в первую очередь им важно качество уборки. Дорожат каждым зернышком. Дорожат каждым зернышком.